Я Алиса, и я буду вас мучить в ближайшие 20 минут. Я понимаю, что в основном все пришли на четвертую лекцию, но придется пострадать. Кто знает, что это такое? Грецкий орех. Виткия пророжная зуба. Хорошо, это рефлекторная дуга. Что происходит, если вы прикасаетесь к горячему-горячему чайнице? Вы ее отдергиваете, правда? Это происходит, потому что у вас есть нервная система. Нотсоцептор, то есть рецептор боли, воспринимает информацию о том, что вам больно, несет ее дальше к телу чувствительного нейрона, который несет эту информацию к вставочному нейрону. Кстати, вставочных может быть очень много. На самом деле, это самая простая. Кстати, можно и без него, но вообще лучше с ним. А вот вставочный принимает решение, что, наверное, вам не стоит продолжать движение и обжигаться еще больше, и поэтому он дает команду двигательному нейрону подвинуть конкретную группу мышц, точнее, конкретную мышцу в группе двигательных нейронов. Спасибо. Чтобы вы прекратили двигаться к чайнику и начали двигаться от чайника. Собственно, в чем разница между нейропротезированием и BCI? Нейропротезы созданы для того, чтобы заменить какую-то из частей, если она выпала, вследствие травмы, заболеваний, неважно. Мы можем заменить чувствительность, мы можем заменить движение, и, в принципе, можно заменить и чувствительность, и движение. Brain-computer interface или нейрокомпьютерный интерфейс – это штука, которая не устройство с нервной системой соединяет, а чаще всего все-таки компьютер. И крепится она обычно к центральной нервной системе, в частности, к коре головного мозга. Это важно, потому что… Я вот буду вам рассказывать о нейропротезах, а это больше медицинский вопрос. А BCI – это очень фановый вопрос. Суть в том, что на самом деле импульсы одинаковы. То есть у них одинаковый вольтаж, и делает их либо чувствительными, либо двигательными для нашей нервной системы, для наших мышц, исключительно то, откуда они движутся и куда. Да, именно поэтому наш мозг на самом деле в состоянии обретать новые виды чувствительности и новые, условно говоря, конечности, ну, робо-конечности. Вот замена зрения. Есть люди, которые болеют заболеванием, которое называется пигментозный ретинид. Это когда поражаются только палочки и колбочки сетчатки, а остальные клетки остаются живыми. Если подсоединить электроды к сетчатке и раздражать клетки, которые являются следующими по отношению к палочкам и колбочкам, то можно отправить сигнал о зрительной информации, которая записывается на камеру, на очках, дальше в нервную систему, то есть обходя палочки и колбочки, которые поражены. Он очень сильно уступает настоящему зрению, как вы видите и в разрешении, так и по цвету, потому что нельзя достичь таким образом цветовой чувствительности. Но, тем не менее, чёрно-белым зрением всё равно лучше жить, чем без него. Есть более сложное по, скажем, имплантации устройство, которое обходит весь зрительный анализатор и крепится непосредственно к зрительной коре головного мозга. То есть точно так же с камерой мы получаем изображение, превращаем его в электроимпульсы, и электроимпульсы с помощью вот электрода, иголочки, на пластинке, посылаем его в зрительную кору. Проблемы те же, то есть, конечно, это не Ultra HD, это довольно-таки простое по разрешению изображение, но оно действительно помогает слегка реабилитироваться, слегка людям. И то, что это всё происходит в ход зрительного анализатора, очень сильно помогает в случаях, если мы не можем, например, добраться до причины поражения зрительного нерва, либо же он уже утрачен, независимо от того, работают палочки и колпочки, всё равно он не действует. А я правильно врубился? Ты в самом начале хотела сказать, что импульсы, независимо от настоящего глаза или от камеры, для мозга всё равно, да? Это просто импульсы? Да. А, и поэтому оно всё работает? Да. Ну, это на сегодняшний день разрешение маленькое, а завтра оно уже будет больше. Да, это правильно. Вчера оно вообще его не было. В принципе, на данный момент эта система проходит в дальнейшие клинические испытания, но уже имплантировано нескольким людям. А это с 2013 или 2014 уже активно имплантируется людям. То есть уже прошло клинические исследования и одобрены для использования их людей. Но только с пигментозным ретинитом. Сейчас обсуждается возможность использовать её для других патологий. А теперь обротно. А теперь, Надя, вперёд. Стоп. А теперь, Надя, вперёд. Давай будешь. Главное, не шевели с этой стороны. В 2013 году таких штук установлено более чем 300 тысяч людей. Он самый старый, его начали использовать ещё с 80-х прошлого тысячелетия. В общем, здесь есть антенна. Она превращает звук в электроимпульсы, которые сквозь кожу передаются на внутреннюю антенну. И сквозь кость идут тоже электроды. Ну, вот он по форме улитки, ну, он её, в принципе, иннервирует соответственно тому, как мы в природе слышим звуки. То есть в зависимости от того, на каком расстоянии от входа рецепторы уловили этот звук и начали колебаться и резонировать, такой тон мы и слышим. Ну, в общем, она отображает, в принципе, слух, но, конечно же, хуже, чем естественный. Тем не менее, достаточно хорошо, чтобы различать слова. То есть тут довольно хорошая реабилитация. Сейчас показания к установке таких вещей – это двусторонняя тяжёлая тугоухость, травмы, которые привели к потере слуха. Ну и опять же со временем мы расширяем показания к этим штукам и улучшаем их качество. Следующее, пожалуйста. Вернёмся же к руке. У нас уже есть очень-очень много протезов функциональных. Функциональные – это значит, что они двигаются, а не просто выглядят как кусок манекена. Данный – это так называемый «люк арм», то есть… Да, в честь люка Скайуокера. Он не имеет тактильной чувствительности. То бишь, у нас нет обратной связи. Когда мы что-то трогаем, мы ощущаем это. И поэтому мы можем контролировать, с какой силой мы будем сдавливать этот предмет. Для того, чтобы не раздавить руку при рукопожатии, для того, чтобы в целом чувствовать это более естественно, необходимо не только зрительно контролировать движение протеза, но и чувствовать, всё-таки получать обратную связь. Для этого разработана Smart Skin. Это южнокорейская разработка. Она позволяет чувствовать влажность, чувствовать температуру, ну, конечно же, тактильное ощущение. И ещё плюс – она мягкая и тёплая. Это ключище, чем настоящая рука? Или ещё нет? Это ещё нет. Пока ещё. Пока ещё. Дальше, пожалуйста. Включите видео. Она же клинично длинная. Ну, не просто. Вот здесь вот, если надам мышкой, то… Если бы мышка хотела бы туда нажать… Вот, 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 вот. Чуть-чуть, да. В общем, как видите, у этого амбутанта рук нет аж по плечевой суставу. Тем не менее, у него есть обрезки… Ну тут всё равно не слышно оригинального аудио. У него есть отрезки мышц, по которым всё равно идут импульсы. Если зафиксировать конкретные паттерны этих импульсов в совокупности всех этих обрезков мышц, когда он пытается сделать то или иное действие, а у них сохраняются воображаемые фантомные эти конечности, и они могут действительно воображать очень ясно и чётко, что они хотят сделать. Так вот, если это записать, найти эти паттерны и, ну, условно говоря, запрограммировать эту руку так, что она будет с электродов на плечах получать эти импульсы и правильно их интерпретировать, то, по сути, вот можно добиться этого. Да, вот эта вот рука, она разрабатывается в Джона Хопкинса и называется вот так вот, и у неё есть тактильная чувствительность, в принципе. Она ещё допроходит клинические исследования, то бишь на самом деле ему позволено работать руками, ну, сложно, наверное, представить, как он живёт без них. Он может работать руками только в условиях лаборатории. Назад домой ему это не выдают. Ещё с конца 80-х Нигель Николелес вживил мартышке в двигательную кору головного мозга электроды, которые считывали импульсы, которые соответствовали её желанию подвинуть джойстик в ту или иную сторону. У него была роборука относительно простой конструкции, которая при считывании этих импульсов повторяла за рукой мартышки. Когда он забрал джойстик, мартышка была в состоянии двигать роборукой так, чтобы получить сладости с силой мысли. Собственно, с этого начались вот серьёзные BCI и нейропротезы, которые для центральной нервной системы и обеспечивали движение. Дальше, пожалуйста. Собственно, вот так выглядит BrainGate. И он уже был имплантирован, но опять же в качестве клинического исследования, женщине с тетраплегией, то бишь без движения в верхнем поясе конечностей, без движения в нижней конечностях. Но вы, наверное, понимаете, что для человека, который не двигает ничем, на самом деле иметь возможность с помощью такой штуки, пусть даже, да, есть операционные риски, да, есть некоторые риски, что вокруг него будет потом атрофия нервной ткани. Всё равно, даже несмотря на это, для такого человека третья рука или пятая конечность в виде роборуки, которая хотя бы немного помогает ей быть хотя бы чуть-чуть самостоятельной, это уже большой шаг. Следующий, пожалуйста. Собственно, как мы можем вообще научиться регулировать, точнее контролировать движение новой конечности или же приучить себя к новому чувству? Вот, например, у человека произошёл инсульт. Вот эта зона отключена от кровотока и умерла. Это две соседние зоны, которые отвечали за движение двух соседних сегментов в конечностях. Допустим, вот локоть и запястье. Часть, допустим, локтя забрал инсульт, и она уже не будет никогда рабочей. Но со временем, в принципе, это происходит уже с первых двух недель. Они как-то вот соседствуют по-хорошему и делятся, так сказать, площадью. Всё равно ей нужно движение в этом сегменте. И со временем они всё равно так перераспределяются, что движение есть везде. Это называется нейропластичность. И она есть у всех людей. То есть даже у очень старых она всё равно сохраняется. Пусть она движется медленнее, но она всё равно есть. Следующий. Собственно, Пол Бахерита ещё с 70-х исследовал нейропластичность, и с помощью её помог слепым людям видеть с помощью языка. Вот то, что он держит на уровне глаз, это электроды. Они просто кладутся на язык. Ну, это уже, скажем, коммерционный продукт. И с их помощью через некоторое время, конечно же, не сразу, человек начинает слегка ориентироваться в пространстве. Он тоже видит всё чёрно-белым и в основном очертания. Но, тем не менее, это очень-очень большой шаг для него, потому что он во всяком случае в состоянии себя минимально обслужить. И даже те, которые носят их длительное время в состоянии различать лица людей. Дальше, пожалуйста. Вот тоже из этого же разряда разработка. Это называется, на самом деле, сенсорное замещение. То бишь, мы берём одно чувство и нагружаем его вторым. Условно говоря, заменяем. Собственно, то, что здоровые люди воспринимают на слух, все звуки, с помощью, ну, в данной разработке, с помощью смартфона. Да, кстати, это Дэвид Иглман. Очень советую его лекцию на ТЭП. Передаются на вот вибростимуляторы, которые расположены на всей его спине. И со временем даже абсолютно глухой человек в состоянии различить слова с помощью этой методики. Это, конечно, звучит как-то странно, но на самом деле да. Через кожу, в смысле? Через кожу. Через вибрацию, через кожу. Следующий. Собственно, ну, так выглядит рынок. Да, к сожалению, Европа очень сильно отстаёт от Северной Америки. Но в Северной Америке есть очень много исследований, но они, в принципе, однотипные. А в Европе много таких, ну, больших, хороших инноваций. Но их по количеству меньше, а по качеству они лучше. Ну, собственно, да, самое-самое значительное сейчас это Deep Brain Stimulation при паркинсонизме. И думаю, что это будет оставаться в дальнейшем. Это стимуляторы, которые погружаются в подкорковые ядра мозга и позволяют таким людям избежать тремора. Иногда даже возвращая им трудоспособность. Дальше, пожалуйста. Собственно, что мы можем различать на слух и зрительно? Вот это частоты, условно говоря, электромагнитного излучения. И вот это всё то, что мы можем увидеть из всего этого. А это точно тоже на звук. И вот, что мы можем услышать. На самом деле мы теоретически можем добавить что-то отсюда. И на самом деле остальные наши функции не пострадают от этого. Дальше, пожалуйста. В смысле, позволить человеку видеть радио, например? Например. Например. Или дженовские. Или ультразовые. Да. Да. Вот это вообще самый классный чувак. Я его безумно люблю. На самом деле следить за его исследованиями. В 1998 году Кевин Уоррик стал киборгом. Он поместил радиодатчик себе под схожей, с помощью которого он просто открывал, закрывал магнитные двери. Ну, это не важно. В общем, суть в том, что где-то в 2002, по-моему, ему имплантировали, помните, брейн-гейт? Электроды, которые я нахожу, да? Ему эту штуку, тогда ещё брейн-гейт не имплантировали в головной мозг, тогда ещё боялись, а ему вот в срединный нерв. Ну, это вот здесь, действительно. С помощью этой штуки он двигал роборукой. Ну, то есть он давал команды своей руке, а двигалась параллельно роборука. Потом он поехал в США, ну, а сам он из Великобритании. И там через интернет подключил свой брейн-гейт к роборуке, которая осталась в Великобритании. Таким образом, он был первым человеком, который растянул свою нервную систему через целый океан. А здесь у него на клетке находится ультразвуковой сердце, и рукой он принимает информацию. Ну, то бишь, собственно, ну, в общем, таким образом он обрёл новое чувство, эхолокацию. Ну, то есть, как летучая мышь. Ну, то есть, серьёзно. Человек с эхолокацией. А здесь он чуть-чуть более простой электрод вживил, электроды, вернее, вживил в своей жене. Он вообще очень много любит экспериментировать с женой, вот. И когда он получал какие-то вот сенсорные ощущения через руку, ну, а мы это делаем постоянно, на самом деле, она чувствовала тоже. Когда он двигал рукой, она двигала рукой тоже. То есть, вы понимаете, это телепатия. Ну, телеграфная такая телепатия, но, тем не менее, это способ соединить две нервных системы абсолютно разных людей в одно целое. Следующий, пожалуйста. Ну, собственно, это Мил Харбисон, у него слепота к цвету. Ну, то есть, он видит мир чёрно-белым. И вот эта камера воспринимает конкретный цвет предмета, который перед ним, и передаёт, вот видите, за ухом, передаёт его в виде какого-то дона. Ну, то есть, он слышит цвет. Это чуть-чуть иной принцип, конечно, но за счёт синестезии он получил свою цветовую чувствительность. И он рад, доволен, и он художник, вот, и выступает за права киборгов. Недавно он сводкался с этой штукой на паспорт, и он, по-моему, там очень-очень долго доказывал, что он имеет право так делать и вообще называться киборгом. Ну, то есть, вокруг этого всего, на самом деле, это у нас нет ажиотажа, потому что у нас нет этого, но очень много споров и разговоров об этом в мире. Следующий, пожалуйста. Собственно, что можем сделать мы? Ну, например, если купить вот эту штуку за 99, ну, я же обещала в тизере, да? Либо же купить вот эту штуку за 350, можно снимать электроэнцефалограмму, то есть, получать, грубо говоря, информацию о том, какие волны преобладают в головном мозге в данный момент. И с ее помощью управлять относительно простыми механизмами. Ну, то есть, да, можно вот купить и радоваться. Ну, на самом деле, это такое школьного уровня разработка, но школьникам нравится в США. Собственно, дальше. Все, спасибо за внимание, извините, если не получилось. Спасибо большое. Спасибо. О, спасибо.